Самарчанка Анна Танеева За столько лет жизни в Германии Анна ловит себя на том, что думать начала по-немецки. Хотя русская душа зачастую не дает покоя, генетическая память и менталитет делают свое дело. В полусценических страстей на репетициях немцы иногда не понимают, о чем говорит Анна. В немецком языке очень мало матершин. Там у них они абсолютно неоригинальны. У них везде одно и то же. Тут только на русском. Матершина идет только хорошо на русском. Уникальный редкий голос меца-сопрано всю жизнь играет для Анны хорошую службу. Это сейчас она прославленная оперная дива, на которую ставят спектакли. Но было время, когда именно сочный низкий тембр помогал зарабатывать на пропитании. Если Бог тебе что-то дал, нужно этим пользоваться, уверена певица. Я работала диджеем на радио, и в том числе на радио я записывала рекламу. Это было все в Нижнем Новгороде, в студенческие годы, когда просто приветствовалась каждая подработка. И везде, особенно на радио, это же прекрасно, там все творческие люди. И именно из-за голоса меня тоже туда взяли. Плотный рабочий график и контракты с европейскими оперными театрами не позволяют Анне долго задерживаться на одном месте. После спектакля 21 мая певица снова отправится в путь, чтобы делиться своим творчеством с миром. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События.